У меня был друг-одноклассник, и он очень хотел сниматься в кино. В один день он мне предложил съездить с ним за компанию, что называется, на Мосфильм, так как по радио было объявление, что требуются мальчики, голубоглазые, светловолосые девочки. Одним словом, съездить с ним за компанию и так поддержать его морально. Я поехал, причем поехал абсолютно без всяких желаний попасть в кино. Но, как в жизни всегда бывает, тот, кто очень хочет, у меня не получается. А тот, который вроде бы и не очень хотел, одним словом, я помню холл, я зашел, было очень много народу, и женщины ходят и всем заглядывают в глаза, как мне показалось. Помню, что ко мне первый раз подошли, и я сразу почувствовал, что на меня смотрят и как бы отворачиваются не как ото всех, посмотрели и отвернулись, а они как-то задерживаются на мне. Я думаю, так интересно. Вот первый раз ко мне подошли, так вот взглянули и нет, и ушли. Думаю, как неправильно это, надо еще раз подойти. Я сделал круг, подошел еще раз, опять на меня посмотрели, нет, и опять ушли. На третий раз мы, как сейчас помню, честно говоря, зачем-то поменялись одеждами. Это конспирация, самое главное. Вот, была уже другая женщина, которая сказала, пойдем со мной, подвела меня к окну, посмотрела в глаза и сказала, у нее синие глаза, давайте его попробуем. Мне дали номерок, по-моему, тринадцатый номер. Меня сфотографировали и надо было сыграть такой этюдик. Тогда для меня это было настолько непривычно и странно, что, наверное, с испугу я это сделал. Мне сказали, вот представь, вот кровать, на кровати лежит мама. Мама умирает, вот твоя реакция какая, у меня сразу начинают слезы, вдруг, неожиданно для себя, я что-то, я даже это, это же невозможно отрепетировать, это только какой-то посыл внутренней энергетики, желание. Я начинаю, мама, мамочка, мамочка. Кто-то сказал, стоп, я посмотрел, понимаю, что, ну, как минимум половина людей, которые на меня смотрели, в слезах. И все. И где-то через три дня я встречался с Климовым, с Ильем Германовичем. Он меня поразил тем, что у него очень цепкий взгляд. Он до сих пор у него такой. Он как-то смотрит внутрь тебя. Он мне сказал, что я обязан, я должен посмотреть хронику военную, концлагеря, ужасы войны. Я смотрел, честно смотрел, не знаю, часа два, по-моему. После чего я пришел к нему в кабинет, и этот замечательный человек сказал, ну, давай чайку попьем, торт будешь? Я сказал, нет, торта я не буду. После просмотренного это невозможно было. Но он, видимо, думал, что ребенок, ну, понятно, сейчас это у него все, он посмотрел, тут же забыл. Нет, я оказался другим. Это был очередной шаг к тому, чтобы начать пробы. Я не понимал, что надо делать, как это надо делать. И только помню, что, видимо, когда у меня получилась эта проба, то все запрыгали, закричали «Ура!», такой визг стоял. И мы где-то через неделю уехали на съемки. Элем Георгиевич познакомился с моей мамой, он почему-то боялся присутствия моей мамы на съемочной площадке, поэтому из девяти месяцев съемок, где-то четыре последних месяца она присутствовала со мной. А до этого она была дома, он думал, что если приедет, мама скажет, что вы делаете с моим ребенком, и тут же его заберет. Мама у меня, мама скромная, она не ездила на съемочную площадку. Вот. Что касается отношений, таких рабочих отношений моих и Климова, и вообще всей группы, то здесь для меня просто самые благостные воспоминания, потому что я в группе не считался ребенком. Ну, естественно, наверняка они как-то про себя понимали, что это ребенок, но их отношение ко мне, это было отношение абсолютно как ко взрослому человеку. Я понимал, что люди работают, и люди от меня ждут тоже абсолютной полной отдачи каких-то своих эмоций, своих сил, в конце концов. При этом они всю мою отдачу очень ценили, самое главное. Мне от этого было так приятно, я готов был просто на подвиге. Я помню, когда Элем Германович сказал, что вот ты розовощекий такой, ты понимаешь, все очень сложно, мы начали разбирать какие-то сцены, он говорит, ты понимаешь, вот для этого это надо похудеть. Я начал голодать. Меня научили как-то по 24 часа, по 48 часов на одной воде сидеть. Но мне этого показалось мало, я при этом еще бегать начал. Я помню, в гостинице лето, я, значит, бегу, причем убегал так далеко, что шоферы, которые ездили на съемку, они приезжали и говорили, у вас там актер убежал уже, туда ехать час, наверное, а он все бежит туда еще, он в другую сторону даже не возвращался. Мы начали говорить, ага, на автобусе назад добираешься. Ну, как бы шутили, хотя все знали, что вот я включился в работу и, значит, я себя отдам целиком. Я только помню, Леонид Германович, который стоял, значит, окно открытое, он мне показывает, что здорово, вот. Он мне обратное показывал, когда я катался на велосипеде. Ребенок же все-таки, не будем забывать, я брал у кого-то у местных велосипед и катался, и он очень боялся, если я упаду, это будет царапина, это потом не смонтируется никак, он мне постоянно показывал кулак. И как так? И при этом он уходил. Он не объяснял, не показывал ничего, просто вот эти слова, это надо вот так. А уж как так? Это будь любезен, придумай сам. Я помню смешной момент, когда Леонид Германович сказал, что мне надо съездить в Москву и примерить линзы. я думал, ну какие-то линзы поставят большие, специальные камеры, там что-то снимать. А это оказалось контактные линзы. Весь этот ужас понял. Тогда, когда я уже сидел в кресле у врача, и, значит, женщина-врач уже как бы лезла воткнуть, извините, на меня эту линзу. Вот это был ужас. Леонид Германович сказал, что в зависимости от состояния человека, таких критических, цвет глаз у человека меняется. Он может быть замутненный глаз, темный просто глаз, может быть такой-то почти черный, или зеркальный. Но зеркальные не понадобились, потому что когда, так скажем, сидишь на диете, глаз он горит. И мне сказал, знаете, снимите с него штаны, пускай он прочувствует все это. С меня сняли штаны, я все, значит, зашел в одежде. Он зашел со мной. Камера была на такой платформе, которая плавала. Вот. А Леонид Германович был подвязан шнурком, чтобы вода не затекала. Этот шнурок у него развязался. И вот все это туда к нему очень быстренько заполнило эти штаны, так скажем. И вот глаза Климова, это очень смешно было. Сцена с коровой, когда застреливают корову, я помню, что, значит, сбили длинный кол в землю, ее начали привязывать. Я помню, что я спросил, говорю, а зачем ее привязываете? Ну, это на всякий случай, а вдруг прыгнет. Я говорю, корова прыгнет, корова не прыгает. Она была больной коровой, то есть это не была просто здоровая корова, но их две было на фильме. Была, так скажем, актер, корова актер и дублер. Вот дублер, она, после попадания в нее пуль, она просто встала на дыбы, а я лежал как бы под ней. Она упала на мое место. Я только помню, что там плиты бетонные стояли, мешками набитые. За ними, от обратной стороны бронетранспортера, откуда стреляли, за ними сидели, значит, два оператора, Климов. Я просто не помню, как я оказался на коленях у Климова. Причем я уже помню, что я, ну, на коленях имеется в виду, там траншея такая, я прямо туда влетел, в эту траншею. Я только помню, что постоянно это стрельба, корова передо мной стоит на задних ногах. И я уже вот так вот к Климову прижался, и только я ему говорю, что дальше. Корову уже лежала, он мне говорит, ползи. Я заполз за нее, доработали мы, точнее, не так, прожили эту сцену. Вот, это одно, это то, что касается каких-то таких ярких воспоминаний детства, что от чего было и страшно, и одновременно мы лето снимали, и плавно вошли в зиму. И вот там есть кадр в конце, когда отряд идет по лесу, и вдруг резко входит в заснеженный лес. Это растапливали снег специальной турбиной. Вот, подснежники просто начинали появляться из-под листы. Но было очень холодно. И вот момент, когда я стреляю по портрету, вот как у меня была винтовка в руках, вот мне ее отняли, и я так долгое время... Я помню, что я плакал очень, потому что винтовка отдачу дает, и руки уже замерзли совсем. И когда по ним стучишь, то потом, когда они начинают согреваться, очень больно. Я скрылся ото всех, чтобы никто не видел моих слез, и просто дал себе свободу, так скажем, чтобы мне было как-то полегче. Честно скажу, когда уже просмотр фильма шел, меня пригласили, я первый раз его посмотрел. Это невозможно передать ей чувство, потому что я не вспоминал, как это снималось. Я смотрел, как данность. Это есть, и что-то мне нравилось. Уже тогда в меня закладывалось, хотя я не хотел сразу стать актером. У меня это желание пришло позже. Но, тем не менее, я смотрел на себя. Уже тогда мне что-то нравилось, что-то я не понимал. Так это, не так это. Это сейчас я уже понимаю, что Климов очень... И все несутся, ну, с объятиями. Это страшно. Вот это было страшно. Я думал, ну все, сейчас меня раздавят просто. Но, тем не менее, все равно это очень волнительно. И как-то... Как-то так очень переживательно, так скажешь. Так. Так.